Этим утром я решила, пора переходить на правильное питание. Правда, вот как это сделать, я пока слабо себе представляю, да и, если честно, мне кажется, что правильно питаться значительно дороже. Я заручилась поддержкой нутрициолога Надежды Курбатовой. Надя, привет! Привет, Даша! Скажи, пожалуйста, действительно ли ПП, продуктовая корзина, бьет по кошельку? Если к этому вопросу подходить грамотно, то эта корзина может быть наравне с обычной или иногда даже где-то дешевле. Главное – грамотно подойти. В таком случае я предлагаю устроить нам с тобой сегодня эксперимент. Я буду набирать свою привычную продуктовую корзину, а ты будешь искать аналоги из ПП рациона. Хорошо. Я предлагаю начать с круп. Да, давай. Вот я, например, вижу хлопья овсяные на завтрак. Замечательный вариант, мне кажется. 58 рублей. Не надо варить, очень удобно. Угу, хорошо. Предложу тебе альтернативу. Такая же каша, вроде бы такая же, но варить нужно 20 минут. В чем здесь разница? Ну да. Так, каша, которую варить не нужно, абсолютно не имеет никакой ценности. Во-первых, ты быстро проголодаешься. Во-вторых, ты не получишь никакого минерального состава, потому что, чтобы ее не нужно было варить, она прежде прошла огромную обработку. Да. У меня каша стоит 42 рубля. По акции возьму масло за 68-70. Обычное подсолнечное, альфинированное. Важно смотреть на точку дымления масел. И чем она выше, тем меньше масло выделяет канцерогенов. Я бы взяла горчичное, но здесь объем меньше. Оно 82. 82 рубля, да. Здесь я бы не стала на самом деле экономить. Даша, давай посмотрим еще муку, потому что это тоже очень важно, когда ты переходишь на ПП-рацион. Я бы не стала мудрить и взяла бы просто обычную пшеничную муку. Я бы рассмотрела варианты такие, как рисовую муку, кукурузную. Бывает под гречневую, я вижу. Любую на выбор еще и можно мешать между собой. И это будет нести гораздо большую питательную ценность, нежели обычная пшеничная. Она еще и по белку более ценная. Чтобы взять такого вкусненького, мне кажется, что для быстрого перекуса у вас на изделии это идеальный вариант. Так, выбирай. На хлеб, бутерброд, может быть, какой-нибудь огурчик. И это просто прекрасный вариант. Я лучше не буду брать такой продукт и заменю его на какое-нибудь мясо, сама запеку и точно так же нарежу на бутерброд. Чтобы сделать эти самые бутерброды, мне, конечно же, нужен хлеб. Я, наверное, классическим рецептом воспользуюсь и возьму обычный белый батон. Я тебе покажу альтернативу. Ага, мука не высшего сорта, это главное, закваска, соль. Смотри, сахара нет. Это отличный вариант. И стоит он тоже не так дорого, 18 рублей. Кстати, даже чуть подешевле, чем мой батон. Надя, ну вот я все думаю, как же это работает. Всегда в магазинах есть стеллажи с правильным питанием. Это сейчас модно, без сахара, био, эко. И там всегда ценники, ну, значительно дороже. Да, знаешь, Даша, это на самом деле такой классный маркетинговый ход. Эмульгатор, соевый, лецитин. Дрожжи, солод. Солод – это и есть сахар. Патока – это сахар. То есть маркетологи могут написать, что продукт без сахара, а по факту там будет какая-нибудь фруктоза, патока – это и будет сахар. Как ты относишься к овощам? Ну, я люблю овощной салат, огурчики, помидорчики. Ну, вот все, что касается сельдерей, лук-порей и прочей рей, это вот вообще не моя история. Я не знаю, как это есть и что с этим делать. Многие думают, что пупе – это обязательно вот этот сельдерей, лук-порей, всякие там брокколи, авокадо. На самом деле, да, это полезные продукты, но всегда есть альтернатива. Но они дороговаты в наших широтах, так скажем. Согласна, согласна. И всегда есть альтернатива. Например, можно взять обычную капусту, морковь, свеклу. И это тоже будет клетчатка, тоже большой микроэлементный состав и витамины для нашего организма. Мимо вот этого дела я, конечно же, не могу пройти спокойно. Мне надо обязательно взять что-нибудь сладенькое. Например, шоколадку. Я могу тебе предложить взять финики. Они довольно сладкие. Они сладкие. И, например, орешки. Когда кушаешь полезные жиры, тяга к сладости снижается. У меня получилось все это богатство на 712 рублей. У меня получилось на 768 рублей. Как видишь, разница всего лишь в 50 рублей. Но при этом пользы в этой корзинке гораздо-гораздо больше. Наверное, я пересмотрю свой подход к продуктовому шоппингу. Уж точно теперь буду смотреть внимательно составы, изучать продукты, которые лежат в моей корзинке. И постараюсь все-таки не дать маркетологам меня обмануть. Все правильно. Думаю, что у тебя все получится.